всем привет и добро пожаловать на канал крипто комманс для вас в сегодняшнем пятничном выпуске news блока крипто мы подготовили выжимку из самых важных актуальных и интересных новостей конечно же из мира крипто и понимая что большинство из нас сегодня вечером ждут важные и неотложные дела без промедления мы переходим к делу и так сегодня в выпуске всех продолжает вести активную работу с заявителями bitcoin и т.ф. coinbase получила от французского регулятора одобрение в спи до выхода пакета законов мика похоже что кошелек трон вскоре получит поддержку салона и по всей видимости это начало крупного партнерства история взлома реклама google и twitter ценой в 58 миллионов долларов и завершить наш выпуск обзор ситуации на рынке от айвана лилджиквиста оставайтесь с нами срочные новости сек провела телефонные переговоры с заявителями bitcoin и т.ф. по имеющимся данным сек обсуждает с заявителями bitcoin и т.ф. на совместных и отдельных созвонах денежную модель конвертации корреспондент fox бизнес чарльз гаспарина поделился обновленной информацией о развитии событий назвав это цитата редкой совместной телеконференции гаспарина отметил что процесс движется вперед в последующем репортаже элеонора террит из fox бизнес также поделилась важной новой информацией по ее словам цель заключалась в том чтобы убедиться что цитата все движутся к денежной модели проще говоря согласно последним данным сек предписала эмитентам не использовать bitcoin напрямую для покупки или погашения акций это соответствует текущей политике сек которая не позволяет брокерам дилерам участвовать в торговле биткоином и это просто потрясающие новости если вы помните недавно в нашем выпуске мы говорили что самой серьезной проблемы на пути одобрения т.ф. остается договоренность сторон а точнее сек и заявителей о использовании модели погашения которую навязывает сек то есть денежной модели она далеко не идеально и вызывает значительные дополнительные затраты у покупателя что естественно также повлияет и на доходность самого фонда так вот если мы с вами посмотрим на эту таблицу в которой представлены все текущие 14 заявок на идея то мы увидим что большинство уже согласились использовать данную денежную модель погашения а это значит что с очень большой вероятностью и остальные заявители такое решение примут а это значит но не будем загадывать давайте просто дождемся сохранив ощущение впереди приближающегося чего-то хорошего coinbase получила одобрение vsp крипто во франции до выхода законопроекта мика крипто бирже coinbase одержала победу в своей стратегии международной экспансии иди вглубь иди вширь coinbase получила ключевое одобрение французского регулятора финансового рынка на предложение крипто услуг во франции это событие открывает для coinbase путь к расширению своих услуг в европе в преддверии выхода закона рынков в крипто активах регистрации vsp позволит coinbase предлагать пользователям во франции полный список набора розничных институциональных и экосистемных продуктов и услуг включающих хранение покупку и продажу цифровых активов в качестве законного платежного средства а также взаимную торговлю цифровыми активами буквально два дня назад мы рассказывали о том как ripple получила лицензию от финансового регулятора в ирландии на предоставление крипто услуг и не просто где-то а в банковской сфере и без всяких намеков складывается очевидная картина того что европа полным ходом идет навстречу крипто активно работая над созданием понятного законодательства и даже в преддверии его разрешает крипто компаниям заходить на европейские рынки в итоге оставляя американский рынок позади но я совершенно уверен что понимая эту ситуацию и осознавая свое отставание законодатели сша перестанут вставлять палки в колеса бизнесу и наконец вступят в конкурентную гонку поэтому ответьте себе на вопрос что произойдет с крипто рынком когда крупные развитые страны начнут не просто двигаться навстречу крипто а активно начнут конкурировать друг с другом за первенство в этом рынке вполне вероятно что шумиха вокруг одобрения и теев окажется лишь маленькой искрой на фоне этого огромного пожара срочная новость джастин сам намекает на объединение кошелька трон с блокчейном солана основатель city трон джастин сан сказал что команда разработчиков кошелька тронлинг обсуждает интеграцию солана на фоне стремительного роста токена соу джастин сам сообщил новость которая может еще больше повысить ликвидность блокчейна солана в пятницу 22 декабря этого года сан объявил имеющихся планах интегрировать в кошелек трон блокчейн солана обращаясь к соучредителю солана раджега кала и соучредителю солана labs анатолий яковенко джастин сам на платформе x сказал косолек трон валят изучает возможность интеграции блокчейна солана 100 вы думаете об этом потенциальном сотрудничестве примечательно что заявление сан прозвучило в то время когда солана похоже нашла сильную поддержку со стороны институциональных инвесторов и так что мы имеем трон один из популярнейших блокчейнов солана тоже один из популярнейших блокчейнов а любое партнерство между популярнейших блокчейнов делает эти блокчейны еще более популярнейшими вывод для обоих токенов sol и trx потенциальное сотрудничество является потенциальным бычьим сигналом а глобально это еще одна монетка в копилку большого бычьего забега так что держитесь крепче продолжает наш выпуск история о том как мошенники взломав рекламу google и twitter выкачали с кошельков пользователей 58 миллионов долларов на протяжении более девяти месяцев мошенники успешно обходили проверку google и twitter для продвижения своих скриптов для опустошения кошельков криптоиндустрия остается главной мишенью для мошенников и хакеров ищущих ничего не подозревающих жертв совершенствуя свою тактику их методы принимают новые изощренные формы делая прежние меры предосторожности устаревшими и по этой тенденции появились сообщения о новом эксплуатте под названием уоли дрейнер использующим поиск в google и рекламу x для успешной кражи миллионов за 9 месяцев в результате чего на сегодняшний день стали жертвами более 60 тысяч человек в этот четверг платформа веб-3 безопасности скам снифер объявила на x что вредоносное по уоли дрейнер находится в свободном доступе уже более девяти месяцев похитив более 58 миллионов долларов у 63 тысяч жертв компания рассказала что мошенники использовали тактику регионального таргетинга и переключения страниц чтобы избежать проверки материалов и затруднить google и x обнаружение их вредоносной рекламы скан снифер также сообщил что более 10 тысяч сайтов были связаны с одним и тем же опустошителем кошельков причем пик активности наблюдался в мае июне и ноябре здесь важно отметить следующее никогда запомните никогда не скачивайте и не ставьте на ваш компьютер или телефон любые программы с неизвестных источников если вы изучаете какую-то новую программу детальнейшим образом изучайте ее историю предназначение и отзывы и как мы говорили ранее отзывы должны быть накоплены за достаточно продолжительное время но самое главное правило заключается в том что на вашем устройстве управляющим любую частью ваших цифровых активов никогда запомните никогда не должно ставиться никаких экспериментов и даже такой подход не будет гарантировать вашей безопасности но он невероятным образом снизит возможные риски будьте осторожны и берегите себя и свои активы и завершает наш выпуск аналитика происходящей ситуации на рынке от а его налил джеквиста более известного как а его нон так особое внимание а его на уделит глобальному рынку альткоинов за исключением эфира капитализация которого часто называется тотал 3 почему так мы объясним в конце а что происходит с этим рынком объяснит айван давайте послушаем и так как мы недавно говорили и повторяли в предыдущем выпуске это всего лишь начало мы не достигли вершины медведи полностью ошибались а также посмотрите вот сюда это общая капитализация крипты рынка за исключением биткоина и эфира и прямо сейчас мы наблюдаем замечательный памп направленный вверх но что самое главное мы видим с вами что следующая зона сопротивления будет примерно здесь но прям по настоящему самое серьезное будет вот на этом уровне буквально на 800 миллиардов долларов а сейчас мы с вами находимся на 480 и хочу напомнить что этот памп который у нас получился саланы с другими он образовался всего лишь вот от этого уровня с 200 на самом деле со 185 миллиардов долларов мы выросли со 185 из этого уровня мы по сути увеличились вдвое а если посчитать вот отсюда рост составит 345 миллиардов но даже при этом это не будет исторического максимума потому что как мы знаем что каждый бычий рынок альткоинов становится больше предыдущего очевидно что каждый забег альткоинов если мы с вами посмотрим на историю всегда показывает лучшие результаты чем предыдущий даже когда это кажется совершенно невозможным я помню 2017 когда я видел кардана и айота и xrp было очень сложно представить то как мы сможем как индустрия когда-либо увидеть более крупный памп чем этот но потом знаете что пришел 2021 еще более жесткий высокий памп это было безумие поэтому то же самое скорее всего произойдет и сейчас да у нас сейчас есть зона сопротивления на 800 миллиардах но что скорее всего произойдет ребята в точности то же самое что было и здесь этот огромный массивный памп которому я думал мы никогда даже не приблизимся в общем интуитивно я думал что это будет очень тяжело используя голову и думаю логически конечно это понять можно как растет крипто но интуитивно вы думаете чего как это вообще возможно достичь таких высот но мы сделали смотрите мы выросли с 300 бам а потом более чем 1 и 1 триллиона это же безумие ведь это только альта без биткоина и эфира поэтому если мы посмотрим на следующие цели очень вероятно что мы окажемся здесь у трех триллионов и факт того что мы сделаем 3x вот отсюда сделав памп полным ходом вот сюда на самом деле тоже будет больше чем 10x по сути это 3x с вершины если считать с предыдущего верха но по сути это 10x чуть меньше чем 10x вы видите сами альта только лишь начала свое возвращение многие скажут нет мы достигли вершины уже дальше мы никуда не пойдем ребята нет абсолютно не так будет ли у нас какая-то передышка очень возможно будет ли у нас какая-то слабость или боковик или даже вниз очень возможно но только лишь мы начали этот рост до достигли ли мы хоть какого-то перегрева абсолютно нет на крупной картине совершенно нет да кто-то может поспорить сказав что завтра у нас будет откат мы может быть поедем вниз ребят все равно мне все равно как я вам и говорил до этого дамп для биткоина не играет никакой роли это случается но важно ли это паримся ли мы из-за этого нет нам все равно то же самое будет и с будущими дампами когда биткойн был вот здесь я вам говорил покупайте и усредняйтесь заходите в позиции теперь мы вернулись в таком рынке надо всегда смотреть по быче таков путь айван большое тебе спасибо не пойду сегодня в бар а вместо этого закуплюсь криптой и дорогие зрители напомню что мы выступаем за здоровый образ жизни а это не финансовый совет думайте своей головой взвешивайте риски и у вас все получится а чтобы на хорошей карме получалось еще лучше не забудьте поставить под видео лайк подписаться на канал и оставить ваш бесценный комментарий на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся желаем вам отличного пятничного вечера и до встречи в следующем выпуске